МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...поставил президент очень амбициозные, серьезные задачи. Эта задача требует порядка 8 триллионов рублей денег. Где взять эти деньги? Если мы посмотрим на ситуацию в экономике, то, безусловно, там этих денег мы не найдем. Если мы посмотрим на то, как проходит структурное изменение в экономике, мы тоже там не найдем этих денег. Мы можем их найти только в двух местах. Первое – это в цене на нефть. И второе – это с точки зрения правительства, бездонных в карманах наших граждан. Вот сегодня мы будем рассматривать один из законопроектов – повышение государственных пошлин. Это государственные пошлины за получение загранпаспорта. Значит, было 3,5 тысячи, стало 5 тысяч. Для детей было 1,5 тысячи, стало 2,5 тысячи. Еще увеличиваются государственные пошлины на выдачу СТС. Это регистрация транспортных средств, свидетельство о регистрации. До 1,5 тысяч выросла эта пошлина. Выросла и пошлина за водительские права, удостоверения водительские будут стоить теперь дороже, 3 тысячи будут стоить. Ну, в принципе, вот процесс пошел, процесс пошел. Кстати, если мы инфляцию посмотрим, от 2 до 4%, которые нам сегодня показывают, то вот эти пошлины и уровень инфляции – это небо и земля. Посмотрите, во сколько раз, насколько подросли эти пошлины. Вот это во-первых. Во-вторых, сегодня, если мы посмотрим на то, сколько теряется средств, например, на таможне из-за заниженных пошлин, значит, из-за контрафакта, из-за контрабанды и так далее. Эксперты говорят, это 2 триллиона рублей. Так вот, за вот эти вот пошлины наше правительство собирается получить в бюджет 42 миллиарда рублей. А теряем мы на таможне 2 триллиона, вот где 42 миллиарда и где 2 триллиона. Поэтому вот лучше там бы порядок навести, чем сегодня искать в карманах граждан вот деньги на увеличение этих пошлин, на увеличение бюджета. Есть еще один вопрос, который сегодня затронет многих очень граждан. Это вопрос, касающийся продления налоговой амнистии для так называемых самозанятых. Это самозанятые граждане, кто, собственно говоря. Это няни, это репетиторы, это те женщины, которые ухаживают за пожилыми людьми, это те мужчины, которые, ну, наверное, делают мелкий ремонт для автомобилей соседей и так далее. Это те люди, которые выживают в нашей стране. Это те люди, которые преимущественно не имеют работы. И они должны как-то жить. Они не обивают пороги службы занятости, населения. Они ищут варианты, как выжить сами. А мы сегодня должны что сделать? Мы должны сегодня, во-первых, отловить этих самозанятых граждан. А во-вторых, новелла вот этого закона, который мы принимаем сегодня, их надо поставить на учет. Они не спешат становиться на учет, потому что за прошлый год налоговых таких вот каникул всего около тысячи человек встало на учет в налоговые органы. А их, по подсчетам экспертов, порядка 20 миллионов. О чем это вопрос? Это вопрос о доверии к нашему государству. Потому что граждане не доверяют государству и не доверяют, что, значит, не верят тому, что если они станут на учет, впоследствии не получится так, что они будут платить налоги на порядок больше. Естественно, нам нужно сегодня думать о том, как они будут получать пенсию и как они будут ходить в поликлинику, например. Надо думать об этом. Но я думаю, правительство Российской Федерации, значит, они решили сделать так. А еще год дать, чтобы можно было придумать все вот эти моменты, о которых я сейчас сказала. А вообще я хочу сказать, что лучше бы наше правительство, наш президент выполнили, вот помните, тот замечательный посыл 25 миллионов рабочих мест. Вот когда бы мы создали 25 миллионов рабочих мест, тогда бы не надо было искать этих самозанятых граждан и облагать их налогами. Тема выполнения майских указов, наверное, сегодня самая актуальная и тема для полемики. Но сегодня вообще-то особый день и в чем-то символичный. Завтра начинается гражданская война. Столетие со дня ее начала, который в войне положил начало интервенты. Чехословацкий корпус, который растянулся от Урала до Дальнего Востока и в 1900 году на воду был спущен крейсер «Аврора». Я думаю, что понятна символика определенная в этом плане. И надо понимать другое. Сегодня, когда говорят о выполнении майских указов, то, что мы видим, это палеотивы. Мы представляем с коллегой могучий край, огромную территорию, это более 60% населения. Это Сибирь. Кстати, скажу, что Сибирью называлась вся территория от Урала до Тихого океана. Но сейчас разделили, есть Дальневосточный округ. Вот будет создаваться избыток денег от цены на нефть, их будут загонять фонды. А вообще богатство нашей страны, богатство России, это, конечно же, те богатства, которые находятся за Уралом. А это 70% ресурсов нашей страны и, наверное, третья часть мировых ресурсов. Вот об этом нужно беспокоиться. А сегодня что происходит? Да, мы гордимся открытием Крымского моста. Да, мы говорим об огромной помощи нашим южным республикам и регионам. А вот что происходит с кладовой нашей страны? А происходят вещи, не хочу быть алармистом, но катастрофические. Идет обезлюживание. Ну, судите сами, формальный признак – два человека на квадратный километр проживает сегодня в Сибири. Население всей этой огромной территории меньше, чем население Москвы и Московской области. Но мало этого, надо отметить, что в отношении Сибири проводится практически чисто колониальная политика. Приходят фирмы, как правило, зарегистрированные здесь, в столице, снимают сливки, выкачивают, разрушают и остается пустыненная земля, разрушенные предприятия, и этот процесс продолжается. Какой выход? В майских указах говорится о ряде городов Сибири, где тяжелая экологическая обстановка. Правда, надо заниматься. Говорится о программе «Комфортная среда». Правда, надо заниматься. Но вы понимаете, что уютные дворики, хорошие тротуары, которых в Сибири дефицит, а в Москве меняют зимний на летний каждый раз – это не выход из положения. Народ бежит из Сибири. Если африканцы переплывают в Средиземное море для того, чтобы попасть в благословенную Европу, то сибиряки, и прежде всего это молодежь и люди квалифицированные, бегут в центр и прежде всего в Москву. Почему бегут? Да потому что сюда идут деньги. Совершенно очевидно, что политика, которая проводится последние десятилетия, а мы за 20 лет, каждые 20 лет теряем минимум 2 миллиона населения в Сибири, она грозит, в общем-то, катастрофой. Так вести себя нельзя. Палеотивы в виде Министерства по делам Дальнего Востока проблемы решают и негативные тенденции остановить не может. Правительство должно в конце концов понять, что надо менять межбюджетные отношения. Но не может мой родной город Омск, имея почти миллион 200 тысяч населения, жить с бюджетом 15 миллиардов. Сегодня можно открыть в интернете, посмотреть, что это за подушевое бюджетное обеспечение граждан. Сравните, я уж не говорю с Москвой, даже с другими городами. Вы скажете, ну что там Омск, какой Омск? Скажу другое. Омск это был важнейший цитадель, арсенал нашего Отечества. Пятый по своему промышленному потенциалу город в нашей великой стране, Советском Союзе. Сегодня все это приходит, скукоживается в разрухе, деньги выкачивают, все уходит сюда. За деньгами идут и люди, бегут в Москву. Надо остановить этот процесс. Гектар на Дальнем Востоке не спасет. Необходимо, чтобы к этому гектару пришел низкие тарифы на электроэнергию, пришел газ, пришел низкие транспортные расходы. Этого нет. Если этого не сделать, дальнейшее ухудшение ситуации неизбежно. Мы надеемся, что нас услышат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова